Всем большой привет, дорогие друзья! Мы продолжаем работать нашим дню. Я вам говорила, что я сделала предварительно, чтобы просто понять, что хочет клиент, что ему надо, насколько надо менять и так далее. Потом я за кадром сделала еще вот такие вот варианты, так сказать, чтобы определиться, чтобы клиент выбрал, то есть, насколько менять дизайн. Мы с вами вот это вот сделали, да, то есть, по сути, я просто веточки переставила и козилов добавила. Потом я поменяла фон, да, сделала белый, вот такой минималистичный сделала. И клиент выбрал что-то вроде вот этого, вот в этом вот направлении двигаться. И сейчас я сделала вот такой вариант, вот он уже в векторе. Видите, я просто уже козилов поставила симметрично одинаковых, добавила другие ветки, да, теперь у нас белый фон. И, ну, разделение по еде и так далее. И на таком этапе, да, клиент уже, уже как бы может либо исправлять текст, либо, допустим, что-нибудь еще хочет добавить, да. То есть, на таком уже этапе вырисовывается более-менее общий вид, да, общий вид будущего меню. На самом деле достаточно сложный, кропотливый процесс, потому что, опять же, на этой стадии может все сорваться, да, клиент скажет окончательно нет, мне не нравится в итоге, да. И, как бы, вся вот эта уже проделанная работа вами будет, как бы, зря. И здесь такой момент, что вы, как дизайнер, можете подстраховывать себя, если, допустим, вы, ну, у вас много клиентов, у вас есть другие заказы, у вас все это на потоке, да. Да, вы можете за предварительный просмотр, то есть, предпросмотр это вот это вот считается. То есть, если клиент, да, понял, что ему не нравится, он дальше с вами сотрудничать не хочет, да, уже за предпросмотр можно брать какие-то деньги. Я этого не делаю, у меня предпросмотр бесплатно. И даже если клиент откажется, да, дальше со мной сотрудничать, я с него никаких денег не беру, хотя уже какая-то работа была проделана, время было потрачено и так далее. Вот, но это, как бы, каждый дизайнер индивидуально такое себе устанавливает правило. Я беру деньги только если я уже довела клиента до финальной работы, клиенту нравится, и мы, как бы, делаем готовый продукт, да, то есть, готовое меню уже делаем. Вот, но это индивидуально. При таком формате, когда вы делаете промежуточные вот эти вот варианты, скажем так, бесплатные, они, конечно, иногда выбивают из колеи, когда вы уже что-то сделали, что-то сделали, что-то сделали, и вдруг клиент пропадает. Но, с другой стороны, плюс в том, что вы нарабатываете опыт работы с клиентом, опыт работы, вот, вживую, да, можно сказать, общение с людьми, то есть, как подбирать подход к людям, вот. То есть, если вам это актуально, допустим, мне это актуально, да, я поняла, что, да, возможно, я... Тут, вот, допустим, цены будут писать, мне очень удобно получилось, как-нибудь этот звестик подвинуть. То есть, я сделала вывод, что для меня это важно, да, то есть, даже если конкретный клиент не захочет со мной дальше работать, я получила опыт. Вот, как говорится, да, опыт не пропьёшь, опыт гораздо ценнее, возможно, даже какого-то нынешнего проекта и так далее. Вот, ну, буду держать вас в курсе дела, что дальше у нас проходит. Надеюсь, мой опыт окажется кому-то полезным и интересным. Всем спасибо за внимание и всем пока!